так что нам делать что это было а пардон провод забил пардон пардон ой господи а встал неудобно мой возраст уже не тот сейчас подождите а у меня скоро уровень так мне надо придумать что вам рассказывать чтобы не заскучали потому что в этой игре особо нового ничего нет а фоном слушать все-таки можно наверное давайте встать я побей у них короче чем дальше он бежит тем больше урон чувак не смеет отлетать не я купил тебя они еще повстают половина я же знаю вас сволочь так дайте подумал последняя серия рассказывал про игры и иногда расскажешь про крутую пошли вот игру серия мум ну как ох ты господи надо отъехать не так что долго рассказ может быть долги будешь начинаешь хвалить игру и так далее так что ты же тогда взять рассказать про игры или про аниме на аниме еще нормально смотрю я пока смотрю люпин и пытаясь проследить все что что че такое парни сестра что это а там и а Чё за номер зачем-то я разкидывал? Надолго скидывал или, как обычно, на время, просто, ну, как врачи глядят, это нормально, просто сами переливаются Возьмем до 20 секунд или так, не мечтал? Где-то на 5,8 секунд, да Да, непонятно Окей Просто, просто очень часто И если я до 80 не жди, если увидишь, что стремительно надо, я сразу беру в день Если увидишь, что это человек 7, части 5, 90, 80, 80, 80, 80, 80 Хорошо, то есть получается, если вдруг упал и сразу убать на струи, ты сможешь посмотться и поднять просто смысл взбать с высокой богатой Нет. 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 Если видишь, я буду терпеть, если вижу, что мой, мой, я забыл, я требую, чтобы это звать. Хорошо. А, хорошо. Это только график, так же, 40 лет? Ну, да, да. Хорошо. Да, это, ну, если не дай, то, что, как, что, типа, статьи, так же. И не depict, что я буду поботься с вами. Хорошо. Да, сейчас я прощу. МглWhat poi. Ну, да, мог встать. Ну, будем наблюдать так. И так я постараюсь видеть «Нимашка», «Настарь». Огай! 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 Студут двух сорокан, а я буду сестирать. Огай! 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 Примотаем углу в ногах. Все нормально. Надо, будем слить. Так. Роди готов. В интересное время мы живем, конечно. Да. Как говорится, всегда нужно пытаться помогать, чем можешь. Когда-нибудь, возможно, я расскажу эту историю, когда все закончится. Чем я занимаюсь, почему все так происходит. Почему у меня два... Сейчас ночью я еще здесь. Но не сегодня. А пока, так сказать, этот путь еще идет. И до завершения путь долог. Так. Восстановление. Восстановление. Безусловная штука. Что бы рассказать. Ммм. Давайте поговорим про наболевшее. Про отношения. Ха-ха-ха. нет серьезно я не к тому просто вспомнил истории я помню такого не бывает это я не отмазусь просто либо я уже не обращаю внимание либо не знаю вспомнил истории что в определенный момент жизни когда так сказать я сейчас секунду прокачаюсь так 89 это сюда первым делом качаем и вот отлично определенный момент жизни когда я рассказывал эту историю когда я расстался с девушкой предыдущий все прошло довольно сумбурно не знаю может я виноват может не виноват я не знаю тут сложно все объяснить но не об этом сейчас я по пройти историю рассказывал ну может когда-нибудь повторю потому что я мог расстрелить по этой серии и никто никогда не услышит что швелишься нормально держи все хорошо тебе вот тут рассказ больше не про процесс расставание и так далее я когда-нибудь повторю вы не переживайте если вдруг тот захочет услышать эту печальную историю всей моей жизни я про другое я про последствия я помню свои времена когда я только начинал пытаться встречаться с девушками я почему начинал пытаться то что я не знал еще как с ними общаться прочее я же как интроверт что это за странная статуя блин те опасные я предупреждал а это стоит тупик здесь почему чувак дальник стоит вблизи не пытается даже уйти чё это за ленинг такой продать так вот когда только начинал встречаться я не знал вообще что делать как делать я пытался но у меня все но были какие никакие представления типа как должны строиться отношения что должно быть свое то есть не имеет отношения но я уже что-то планировал это я к чему говорю то что когда я там пытался подкатывать разным девушкам интернете естественно не знаком подкатывать и находил там типа какая-то была девчонка писала вот у нас тут три любовный треугольник типа я люблю одного пацана он не не любит любит другую девчонку разбивает мне сердце как не жить тогда ей такой намек типа знаешь чтобы начать чтобы про это все прошло тебе нужно найти новые отношения новые отношения типа лечат старые раны ну вообще-то не было вообще на него пофиг я просто хотел чтобы кто-то начал со мной встречаться я понял что все что я видел там в кино в сериалах там японских мультиках все это фигня но так не работает фиггакс ее накидывает и тут я был так сказать довольно опечален и я предполагаю что поскольку у меня было мало отношений я не мог понять что хочет на самом деле девушка а ведь никогда ты пойму не узнаешь что творится не в голове пока не поиграешь в угадайку то есть она те никогда не но может скажет конечно стена адекватная или не знаю иногда кстати я в себе тоже замечал ну то есть найти и надо сижу анализирую прошлое там свои ошибки ухлёстывает надо ее накачать и вообще выхлёстывает интересно кроме жизни чё-нибудь все еще лет на чуть кроме жизни сопротивление стоимость атака здоровья рейтинг атаки 360 всего лишь на начале попадает не были над стой интересная надо не суть то есть вот такой чем я люблю иногда сидеть думать вспоминать прошло чтобы анализируешь и понятие ты ошибаешься то есть сегодня будет история моих ошибок про которые я думал вспоминал ну и вообще в принципе про чувство как бы наш где-то ими делиться потому что иногда себе это этих вечно не хочется как бы а рассказать там где никто не услышит ну либо услышит но так сказать человек с которым ты никогда в жизни возможно не увидишься принципе почему нет поэтому люди и ходят психологу то что скорее сегодня никогда не видит поэтому сегодня будете все не так плохо я это описываю я просто немножко драматизирую вопрос вообще в другом получается с чем начать вы зачем с расставанием то есть вот когда мы расстались девушкой я довольно сильно переживал то есть этого расстроился не знал что делать вообще я не хотел за начинай думал блин столько все прошло там два года вместе там встречались думаю какое расставание еще почему я такой олень почему не протерпел типа надо же было взять уступить хотя понятное дело что в таком уступать нельзя ни в чем что уступишь один раз придется вступать всю жизнь и в плане что это плохо или еще что там шевелить плане что что нормально одним нормально другим опять же я ухожу немножко темы рассказывая не про ощущения я про то что когда ты расстаешься человеком я не знаю всех ли это так или у всех у тебя остаются с ним не знаю как правильно назвать якоря то есть допустим ты идешь и вспоминаешь песенку ну слышишь песни вспоминаю что допустим эту песню в начале отношения нас кинула тебе и местами тебе становится грустно я не знаю может я был просто слишком сентиментальным может быть и поэтому я так ощущаю себя на самом деле такого ни у кого не было ну меня почти оставалось я до последнего верил почему-то что когда мы расстались что она потом поймет и пробует извиниться но она к сожалению оказалась такой что как бы это правильно объяснить как она утверждала она никогда ничего короче горды и я вот думал а правильно ли вообще поступал правильно ли я строил свои отношения то есть человек был горды ладно фиг с ним как бы это его проблемы делали я всего достаточно для того чтобы отношения были хорошие то есть с одной стороны я всегда говорил что вот я там делаю для тебя то а делаю это ты мне не понимаешь и и что из-за ну как бы я как бы видел со своей стороны мне казалось что она ничего не делать но делали я все что надо со своей стороны вас чем просто я стал анализировать то что мне свое время говорили рассказывали не знаю почему то месяца два наверное после расставания просто довольно как бы сказать свежим я много чем вспоминал думал что все еще изменится то ох ты ж господи что она вам одумается вернется возьмет свои слова назад мне кажется это такие мечты уж то после ну то есть если я уже здесь уступил это это точно уверен то это был бы точно конец конец не плане там отношений прочее конец плане конец плане как бы это выразиться наверное авторитетности что ли уж когда человек офигевает и думать что он как-то типа королева прочее конечно я жил без сомненно в этих стереотипе прям полного любой возьми прикол женщина отношения мужчины женщин стереотип один в один это было то что в чем я жил те же приколы те же обиды и та же всякая дичь кто-то скажет ну и правильно расстались не знаю почему-то это было тяжело для меня то есть первые отношения ох ты господи все уходим 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 эвакуация успел с 1 я как-то про встречался дольше ну то что первая моя девушка мы там года а что ли на не тоже трогать 21 сколько же было нет там вообще дофига было там было где-то лет пять может быть но там с универ знаете и когда расстались как-то спокойно но расстались и капитах и с ней а вот текущий 2 было сложно возможно это называется любовь когда ты реально полюбил человека и те было от этого больно я не скажу что там плакал пью прочее просто знаете какая-то какой-то пустота что ли я конечно когда я начал новые отношения и они перешли более эффективную фазу вся эта пустота заполнилась и ушла так что мой совет в невзрелом возрасте когда еще не знал что делать и как чего ждать от девушек в принципе помогал беги-беги-беги отлично смотрите как сносит он помог мне и наверное куда-то поможет так вот как бы как бы я не хотел чтобы отношения остались и были дальше несмотря на все проблемы прочее но я считал что но проблема это дело такое знаете житейская как бы есть нету такая разница у всех есть проблемы все как-то уживаются я думал я уже устая все что требовал немного но вот с камне требование было много и походу было очень много сама проблема что как раз таки я не мог угадать что от меня хотят я конечно время анализировал вспоминаю все москве ситуации там просто в разговоре еще чуть вот я там сейчас такое хочу вдруг реально она тоже такой же хотел тогда перед какой-то вот я сейчас вернусь я просто все пытаюсь обыграть ситуацию когда ух ты и полин некуда пихать тогда не ух ты балясь просто я всегда готов был пойти навстречу тут как крути не крути но да что было то было в принципе стесняться этого смысла нету так было отношениях ставим всегда должны быть момент когда уступаешь даже если допустим ты уступаешь чаще ты должен уступать и верить что девушка это ценит это может быть дорогая штучка что она в целом то это может ценить просто это не высказывать она высказывает это может по-другому она не скажете там типа вот такой мой хороший дорогой есть такие кто-то говорят а есть те которые типа держат себе и но ты должен чувствовать но мне говорили иногда для девушек чувства важнее чем самыми ощущениях вы знаете абстрактное абстрактные отношения наверное отрывайся отрывайся пошло 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 еще 30 ладно не разберется но наступил один момент где я уже не мог взять и сказать что да я все прощаю она должна была извиниться скажем так но она это не сделала она сделала свой выбор она выбрала не меня как бы это было не печально что есть то есть то что буду грустить ничего не изменит и если я просто сидел и грустил даже стоп вас книга там фигачить я бы может тогда бы не смог построить текущие отношения так что перед все что не делается к лучшему вот а теперь давайте и 7 этой полемики 86 защите здесь ничего защитывает я конечно хотелось бы взять но уволим 634 а кстати надо посмотреть машину могу вместо кого-то выкидывать расходные когти теперь вернемся к истории с намеками просто отдал сейчас вспоминал не отношение вообще просто прошло я люблю на в прошлом копать так 34 да вот вместо этого кину пока это пока выкинул чертям вспоминать что как было даже первое отношение вспоминаем да просто для анализа правильно ли я поступал и мне даже тридцатка будет я как часто так вот и намеки были типа я понял что вообще все проблемы в том что я недостаточно так сказать уделял внимание обязанностей то есть найти квартира там была то не моя то есть мы жили ее родители хотя и в один момент когда дом ну как жили через день лежал потому что я видел что есть сложно привыкнуть ко мне к моим привычкам то что допустим я тоже нами как говорю я же сижу за компом говорю ты понимаешь что для тебя это может быть неприемлемо если ты не привыкла к этому давай там как-нибудь придумаем как ты будешь наполняться я сторонник всегда постепенности то есть все должно быть размеренно взвешено обдумано решение должны быть чтобы сделать а она была такая то есть ей главное было критова сразу попробуем сойдемся так сойдемся не садимся как разбежимся и все время думал что это шутки такие женщины с таким не шутят чувак уходим женщины с таким не шутят когда они говорят про отношения какие-то намеки или еще что-то все ты мертвец ты не жилец значит какие то есть проблемы если вот я же прикол когда девушка подходит говорит нам нужно поговорить типа все капец полный да капец полный все это к сожалению как взорвалось красиво видите все это связано с этим ты ничего не делаешь также здесь все началось с малого и я этого не понимал я это начал понимать потом со временем когда расстались прошло какое-то время вот и у нее была мать ну как было есть я просто вспоминаете побывал было потому что типа раньше смысл не общались вот больше мы жили у ее родитель на квартире хотя когда мы вот решили уже обвенчаться но пожениться нет я там ей говорю она спрашивает где вы будете жить типа думаю что я буду простить типа вот давайте мы у вас поживем детку надо нужна новая семья же будем снимать найду вот сейчас еще квартиру был найдем найду будем съезжать еще такую что типа все было удобно мне и ребенку давний ребенок вот от конец нет нет типа что вы зачем вам тратить деньги вам типа же нужно еще на то на то горюшка или до выживите типа у меня это нужно вы понимаете что мы начнем жить своей семьей у нас будут свои требования вы должны быть уважать эти требования когда я все прекрасно понимаю ну вот потому что она там хочет свободу и прочее ну то есть ее мать принципе понимала когда я в борьбе с ней не знаю походу она не понимала я говорю игрок своей матери говорила грена понимает что нам это она попросила остаться я хотел съехать я тебе всегда предлагал и сейчас я предлагаю к ты понимаешь я не могу ехать ну там свои нюансы были почему не могла уехать да вот поэтому я и перед теплой и решаю проблему по мере их поступления большой блин скоро их может садить будет так вот перейдем к намекам тот скажет же да заткнись где намеки махнем понятно сколько ты тупил намеки были простые однажды мы сидели на кухне учета сидим ее мать такая ну до того как мы решили еще жить вместе там объем я заезжал к ней через день потому что с одной стороны как бы я хотел чтобы было время отдохнуть ну и надо меня запаривал мне нужно было тоже просто морально отдохнуть всей этой байды что натворила вот ее мать заявлял типа вот а не устал удобно ли тебе не устал ли ты так еще мотаться из одной квартиры другой не тяжело ли жить на две семьи я думаю просто типа спрашивать его не устал я или устал ну знаешь беспокойство состояния куда не нормальная говорю привык уже я говорю это не страшно нужно говорю родителям помогать там домашние дела делаю я человек простой я намеки не понимаю хотят прямо сказать надо горит прямо вся когда-то фигня намеки прочих суицидник уйди оттуда вот так а это был намек на то что типа уже давай там прекращать так мотаться туда-сюда живите вместе там это был первый нами когда него доперни сразу со временем про намек был от нее чтобы это тоже сиди я смотрю чё там там недовольны прочее да я даже не помню довольно была недовольна иметь ввиду про свою девушку и это мать она всегда была такая странная странная расистка я бы сказал вот но дело каждого нельзя быть расистом я так сказать в другой стране ножницы ну и как сказать быть расистом и простить помощи у тех кому ты относишься как сказать предвзято я так ко всем отношусь одинаково одинаково люблю одинако ненавижу одинаково троллю что я уважаю их даже если они будут меня не уважать это их право фига себе фига себе вот второй намек он был сделан более то прозрачно я все равно не понял это было связано с тем что она мигалки по вот там типа я моей девушки нету мы сидим там общаемся такой вот типа где она подойдет коммуналку платит к ну молодец я приходит опа секунду а Субтитры делал DimaTorzok Слежу тут за показателями, так сказать Ее намек был такой, типа Вот, платит за коммуналку Да, молодец Как бы Потом она пришла, тоже недовольная Вот, типа, ты даже не знаешь Что там, сколько платит, говорю, в смысле не знаю Я говорю, я дома плачу у себя Плачу столько Те, что там, общались Да, расстроился, видно, что я намеки не понимаю Намек был, а я еще похвалил Я говорю, да, вот, типа, ее мать говорит Вот она платит, да, молодец, она же зарабатывает Вот, можете Но я именно хотел повысить ее Значимость Так сказать, в семье Потому что ее мать любила ее пилить И я думал, что, типа, вот я да, похвалю Скажу, что да, это вообще-то надо ценить Что она там платит коммуналку и прочее А не то, что, типа, вы делаете Потому что она спокойно могла взять И прийти на... наорать на нее за что-нибудь Ну, свои проблемы были А здесь, оказывается, намек был в другую сторону Ой, ты ж, господи, отступайте, отступайте 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 Здесь намек был в плане, что Пора бы и тебе, сынок Платить коммуналку Опять же, я человек простой Если они хотели, чтобы я платил коммуналку Надо было это мне сказать Не надо играть в эту игру Типа, угадай, что мы от тебя хотим Я ее не понимаю И если они будут со мной в нее играть Они в нее и проиграют Уж как ты объяснишь тупом И что ты от него хочешь Да никак Надо сказать прямо Вот Это я потом только до меня доперл Что не хотели, чтобы я коммуналку платил Но я человек простой, как бы С одной стороны, я почему это не делал Потому что я не считал это своим домом Я думал, это такое временное убежище Где, как бы, я только заезжаю Так сказать, на ужин Потому что я там постарался Почти даже не есть, а не готовить Просто ужасно Это было Просто ужаснейшее Да, ух ты, я его нашел так быстро Вот Что еще рассказывать Черт, живи И меня обычно тоже Как сказать Упрекали там И я тогда просто решил, что типа, ну Ладно Как бы Чтобы это объяснить Короче Когда я хотел что-то сделать там В квартире Меня упрекали, что типа Я здесь не хозяин И так далее Хотя я все что взял И вызвал замерщиков Чтобы они пришли И замерили Планировать ремонт Я думал, раз я начинаю жить Я начну с чего-то простого Типа Сделаю сначала ремонт В нашей Спальне Где мы живем Ну будем На чем Жить и так далее Ну точнее жили Я просто думал, что раз я буду заезжать У них была там убогая кровать Там Третью Там обои Стрёмный Шкаф Стрёмный Блин Надо покачаться Немножко Я решил Думаю Решу проблему Она же все равно Меня пилила Говорю Ну в смысле Моя девушка Меня пилила И поэтому Я там нашел Подрядчика Позвал его Говорю Сейчас они делают Все замеры Нарисуют Там Закажу Запланирую Столик Компьютерный А там Такой кипиш Начала Я думал Она сейчас Свою мать Предупредила Потому что я ей Написал Говорю Вот я там Вызвал Замерщик Он придет Типа Сегодня Вечно Предупредить И говорить Потому что Она могла Сказать Я тут Говорила Мать Против Я бы Тогда Отменил И все Сказал Ладно Отменяю На другое Время Я думал Что она Поговорила По мне Это было Логично Но она Не стала Говорить Типа Мать Я там Сделала Встык Всем Проистерила Что мы Без нее Что-то Решаем Вот Я такой Ну ладно Да и не буду Лезть И поэтому Я же Привык Как Пока У меня Нет Ответственности Я делаю То что Просит Квартира Не меня Я Ну и Ладно Попросите Сделаю Простите Будет Делать Не буду Без проблем Потому что Вот когда Им надо Допустим Что это Я и забыл Пойти Уж Сказал Что им Когда надо Было Там Не знаю Вот Поменять Аккумулятор Они Прямо Сказали Давай И Аккумулятор Я не умею Давайте Вызовем Какой-нибудь А моя девушка Поистерила Типа Вот Ты ничего Не умеешь Я говорю Ладно Ее мать Ну гуглить Женое Ну да Можно Ну и гуглил Как менять Аккумулятор И менял Аккумулятор В целом Казалось Не сложно Правда Правда Я думала Сдохну Ну что У меня Каратет Где-нибудь Но В целом Повезло И как бы Я каждый раз Говорю Я конечно По машине Я ничего не знаю Говорю Если хочешь Я говорю Могу научиться Мне нужна Будет Машина Я буду Учиться Наконец Ты должен Уметь Все Сфига Ли Я должен Уметь Я никому Ничего Должна Черт Вот Значит На своих Должностях Мы часто Ссорились Потому что Она Всегда Что-то Надумала Что Я что-то Должен Не должен Я говорил Что могу Научиться Она Говорила Что Не умеешь Учиться Не будешь И короче Вот таким Макаром Каждый раз Мы ругались Я уже Говорю Хватит Решать За меня Сейчас Спроси Я говорю Вот Ты там Колеса Уже Решал Что Я менять Не умею Колеса Я кажется Я умею Менять Как ты могла Такое Подумать В общем Ее мать Мать ее Всегда давала Такие намеки От нее Вообще Даже Таких намеков Не было Я понимал Я в конце Только понял Когда мы расстались И то не сразу Потому что Сначала У меня был Период Отрицания Потом Гнев Там Торг Не знаю Потом Принятие Я понял Что да Она хотела Ну у нее Есть Ребенок Как бы Вот этот Период Первый То есть Всегда Когда вы начнете Встречаться Допустим С девушкой Которой Был То есть Есть Ребенок Вы столкнетесь С одной Проблемой Что поначалу Она будет Уделять Внимание Вам Да Ты такой Ооо Сколько Внимания Типа Все Может Самодостаточное Бла 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 Нет Это Просто Она Вешает Вас На крючок Чтоб Когда Вы Подсели Она Уже Все Взяла Вас За рога Так сказать Потому что Все Пора Жить Для Семьи То есть Допустим Даже Вот тот же Тут 18 Плюс Контента Если что Так что Теперь Ребенок Иди Вот Тот же Секс Типа Поначалу У вас Его Будет Много Вы Будете Наслаждаться Радоваться То Все А Черт Думаю Че Не Покупается То есть Он скажет Мне Работать Надо Я Устала Голова Болит Реально Я Думал Это Стереотипы Нифига Подобного Это Вполне Обычный Естественный Ход Вещей Для Них И Ты Просто Не Ну Как Скать Не Понимаешь Ты Вроде Как Делаешь Все Обязанности Берешь На Себя Выгуливаешь Собаку Ее Черт Хотя Ладно Собака Была Единственной Кто Там Был Адекватный Выгуливаешь Ее Покупаешь Ей Вещи Продукты Прочее А тебя Еще И заставляют Коммуналку Платить Да Сфигали Ну Как Здоровье И Он Скидывается Смотрите Короче Надо будет Новый Закидывать А Другие Выкидывать Не Знаю Я Просто Постег Это Представляю Я Помню Что Дело Много Опять Падает Секунду Пойдем Пойдем Ладно Я считаю Что В отношении Всегда должен быть Компромисс Допустим Надо Чтобы Обменивались Желаниями Умениями И так далее Не обязательно Чтобы Допустим Если она Девушка Она должна Стирать Готовить Убирать Нет Это значит Что ты должен Помогать Не знаю Если хочешь Если она Что-то не умеет Она же может Научиться То есть Меня девушка Не умела Готовить Она один раз Заявила Что я буду Тебя готовить И в итоге Она так и не готовила Потому что Она не умеет И в принципе Я понимаю Что она могла Научиться Но Она не хотела Когда я ей Горел Что я могу Научиться Делать ее Машину Она этого не хотела Ей на угол Все и сразу То есть Людей Когда у них Есть Я уже Своя Так сказать Они тебя не примут В нее Как ты не крутишь Любой кипиш И ты вылетишь Из этой семьи Вообще Только так Как пробка Вот Тут именно Как сказать Ууууууууууün Нужно обращать Внимание На Как сказать Намеков тут даже Не будет Тут надо обращать Внимание на Ситуацию То есть Ты просто должен Понимать Что для них Ты буфер Которого им не хватает То есть ты должен стать человеком, который будет решать все проблемы, все абсолютно Причем так решать проблемы, как хотят они А как хотят они, ты никогда не узнаешь Ты должен будешь угадывать, играть в эту игру Но возможно, если бы ты, ну то есть я был бы более чутким, скажем так Возможно, они бы тоже были чутки, но не знаю Я, как видел я, был максимально чуткий, как мог Помогал, терпел, делал домашние дела, покупал продукты Еще меня потом упрекали, что я там, не знаю, не дарю подарки А ничего, что мы там пошли и купили какое-нибудь платье, там, не знаю За 40 тысяч, 40 тысяч платья Это в доллар, сколько было тогда? Доллар был где-то, наверное, либо, ну будем считать 200 40 на 200, 400 на 2, 200 долларов платья А мы таких 2 взяли А помимо этого, всегда гулянье какое-нибудь, кафешки, там, не знаю Ребенку купить, продукты купить, не знаю Я еще и на коммуналку должен скидывать Да пошли они все Нифига я так вот не должен Я делал все, что мог Как бы Да, я понимаю, что я сделал недостаточно Потому что она хотела больше Но у меня это были Вторые отношения Я только хотел жить для себя еще И больше секса, и все Другой мне, в принципе, нафиг не нужен был в этих отношениях Какая семья, вы че Я ребенка на глаза никогда не видел Не, конечно, хорошо, что он тут взрослый Но он уже именно сформировавшийся Он уже привык Быть избалованным, понимаете? То есть Ага С этим проблемам Что ты уже не можешь Ох, как он быстро уехал Повлиять на то, кем он стал Или кем он станет Потому что ты там никто Твое мнение ничего не значит И идешь ты Собака сутулая лесом Вот весь секрет отношений С женщинами, у которых есть ребенок И это не стереотип Я это Сам пережил Я это слышал Рассказывал от других Если бы я их не пережил Я бы в это не верил, понимаете? Кто-то скажет О, значит нам надо пережить Нет, не надо Пять раз подумайте Прежде чем Да хотите Повести подобный эксперимент Как говорится Обчинка выделки не стоит Как бы это Дико не звучало Продать, продать Вот День добрый Вообще Блин, опять падает Ну-ка Молодец кинул То есть поднял Ладно Насколько у тебя был шлем Семь с восемь Мог поменять, блин Ладно Добрый Снилью Все, и Аня может называть Предмет вашим именем Чем могу помочь? А нафига? Нафига? Ну видно это для Сетевой Или еще что-нибудь в этом игре Назвало Блин Историй много Которые я могу рассказать Вот вспоминая Если это Намеки Прочие Но Проблема что я сейчас Не помню Кто мне досквест дальше? Э, а кто-то Ко-то стоит Все В следующей серии Мы пойдем на вершины Короче Вся моя проблема Была именно в том Что Понимаете Если бы люди говорили Между собой Мы бы решали эти проблемы Заранее Мы бы знали Как чинить Как Избравить свои ошибки И так далее А ты их понимаешь Только потом Что ты Не доделал Да Я могу много Где возмущаться Я до сих пор считаю Что они неправы Но Когда я считаю Что они неправы Я понимаю Что я тоже Не сделал Все возможное От меня Зависит от уровня Персонажа Фигай себе На меня получше Возможно Да Я мог Но мне это стало Не надо Когда она Назвала Определенные слова Я уже ждал Что Все зависело Только от нее Я сложил Лапки И все Да Намеков было много Намеков было много В общем Непонятные намеки Возможно Я продолжу историю Или когда-нибудь Постараюсь Рассказать ее Более В хронологическом Порядке всего Чтобы ничего не забыть Блин Как можно было говорить Что я Не Блин Жадный Я купил стиралку За 200 штук Это много То есть У меня зарплата Была по-моему 300 Я за 200 Купил стиралку Просто так Я у них Ни копейки не взял Я ей ни разу Не пользовался Я им Когда уходил Ее оставил Что за люди Я вот Не понимаю Ладно Меня бомбить начнет Ладно Всем пока Спасибо за субтитры Алексею